Итак, добрый день, уважаемые друзья. Время 11 часов 14 минут, 24-й апреля 2016 года. Четвертый год продолжается полфинальная ночь между Петром Копушевым и Никитой Кошириной. Первый сет выиграл со счетом 6-3 Никита, а во втором сильнее оказался Петр со счетом 6-1. Сейчас начало третьего сета подойдет Петр. Две ошибки с отскоком у Никиты и у Петра 30 минут в первом гене третьего сетя. Никита бьет в один удар, странно, непонятно, что происходит. Видимо, он не совсем свои тарелки. Петр абсолютно грамотно готовит оттапы. Ошибается, но здесь все правильно делали. Но он не решался выкидывать. Он начали выполнять через гараж, чтобы открыть ракетку Никита, а потом оттокровал в левую сторону. Хорошая сетя подача и ошибки Никита. Отпуским ПВ-1-0 в третьем сетке. Скажем о том, кто будет играть в финал для девушек. Значит, Мария Тимофеева одержала победу. На втором пункте вышла в финал, где Тимофеев Россия. И Виктория Тонопадская говорит, что это женский финал. Виктория Тимофеева одержала победу на 2-0 и на Брагиновича. Счет на 6-1-6-3. А у нас остался третий сетк. Виктория Тимофеева подает Никита. Виктория Тимофеев. Виктория Тимофеева. 15 метров. Петра. Хорошо выполнил Петра. Из короткого мяча уже четко обработал резаную льду. А вошел вперед и завершил атаку ударом с воздухом. На проходе первый мяч на тупо. О! 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 Спасибо. 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 Никита ведет 2-1. Вторая подача. 15-0. Такое ощущение, что кто-то перешел фиксировать. Она растет в скорости. Но... Ошибается при выполнении удара. Эта часть. Уплажаем. Это не только. Уплажаем. 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 не подготовлена была как у Петра 40 минут Гейм Коширин ведет 3-1 в руку Решающимися сетями Никита продолжает играть такими накрученными полигурками и заставляет Петра ошибиться Не дождался Петра усилы Петра 50 Петра 50 Петра 50 Петра 50 Петра 50 По 15-ти, уже не перешающий, по-моему, считать, что в сети и, наверное, в матче. Ошибается Никита Сацкута. КОНЕЦ На паузу выполнил удар Петр. И, как бы не было ошибиться, Никита. 40-15. Безупречен в обводке Петр. Можно сказать, что Никита пошел немножко неподготовлено вперед. Но, киноменее, Никита, видимо, решил принять это решение, чтобы подготовиться более спокойно к собственной подаче. У него преимущество в сети пока что 3-2. КОНЕЦ 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 И при счете 3-2 в решающем сети подает Никита Рашев. Очень плотный игрок под заднюю линию, торопится выиграть очко, торопится выиграть и не ошибается. Верное кримовое решение Никита на атаку Милк, Петр был безоприджен. Видимо Петр решил, что мяч выйдет в аут, но мяч оказался в площадке. Верное кримовое решение Никита на атаку Милк. Очередная ошибка Петран 40-15. Верное кримовое решение Никита на атаку Милк. Верное кримовое решение Никита на атаку Милк. Петран 40-15. Верное кримовое решение Никита на атаку Милк. при выполнении удара через коридор, там, где сегка вышла. И очевидно, что с короткого рычага этой точки нужно больше вращать. И теперь уже сказывается, кто у спортсменов будет более спокоен. Ну, 15 на подачу Петра. Безокречный взрослый по 15. Никита сражается. Матч с ракетки у Петра 35. Ну, такое ощущение складывается, что Никита не будет в ситуации за этот день. Имеет преимущество. Срывается у Петра по 30. Матч сражается. Никита держит мяч. И Петра не поднимает мяч и меньше на 2-3. Никита держит мяч. Никита держит мяч. И Петра не исчезает. И не поднимает мяч и меньше на 2-3. И меньше на 2-3. Петра проходит первый матч. Никита рвется споем. Первый мяч. Первый мяч. Первый мяч. Первый мяч. Мячественную очку прогнозковые спортсмены. Первый мяч. Первый мяч. Первый мяч. Первый мяч. Первый мяч. Первый мяч.